Давайте коротко. Я родилась в городе Киев, на Украине или в Украине. Поскольку папа у меня был военным, он сам из бедной семьи, у него никогда ничего не было и жрать было тоже нечего. Эта информация важна, потому что на нас влияют наши родители и их прошлое. И у меня папа родился в селе, село Холмовка в Кабинетской области. И он в крайне нищей семье жил, они там естественным путем добывали себе еду. Грубо говоря, что поймал, то ешь, что не поймал, то не ешь. И на нем это сказалось до конца. Ну, слава богу, он жив, но вот до текущего момента, несмотря на то, что он большой молодец и он сделал там хорошую карьеру по ее распруденции, у него эти отголоски до сих пор есть. Ну, когда мы не работаем со своими задачами, они сами по себе, блин, не решаются. Вот такая история. Вы же ведь по расписанию прикалываетесь, я максимально не зон человек. Нет никакого сраного расписания. Не люблю расписание, не люблю по нему жить, не люблю его составлять. Да, потом мы ездили по Советскому Союзу, потому что папа был, я уже повторюсь, военным, поэтому я жила в Мурманске, жила за Полярным кругом. В какой-то момент времени мы оказались в Москве, тоже по распределению, папа по работе здесь был, здесь дали коммунальную военную квартиру. Да, я жила в коммуналке, мы жили в коммуналке в одной комнате вчетвером, я брат, мама, папа, у нас была комнатка, я спала, здесь был шкаф, я спала за шкафом, брат спал здесь в кроватке, родители здесь тоже было. Все, больше ничего в комнате не было, потому что комната, как вы видите, ни хера не влазила больше. Да, здесь другие люди жили. Вот такая история. Обычная военная коммуналка, не знаю, сколько она, метров десять. Дальше папа, ну там, насупила перестройка, переломный момент, девяносто первый год, ну и там у папы был какой-то дальше свой путь собственный. В общем, мы его практически не видели, как и многие работающие отцы. Вот, ну понятно, что жили мы бедные, это ежу понятно. Девяностые, перестройка у тебя ни хера нет, рубль обесценился, ну вот, выживай как хочешь. Дальше я уже рассказываю про себя, а не про родителей. В каком-то там году я закончила школу, я закончила школу в экстерном, закончила девятый-одиннадцатый класс и в один год. Я не учила там всякую высшую математику три года, я закончила в девятом классе всю школу. Потом через какой-то период времени я поступаю в МГУ на юрфак. В 2009 я выпускаюсь из МГУ. У меня в этот момент нет денег на второе высшее психологическое, потому что вышка вторая. Какие вы все знаете, вторая вышка стоит бабла. И тогда она тоже стоила бабла. Ничего не поменялось. И обучение на психфаке стоит примерно 300 штук в год. Ну, естественно, блядь, у выпускника юрфака 300 штук в год нету ни хера. Поэтому у меня там была очень маленькая нищенская зарплата. Надо понимать, что я жила с родителями, ну и никуда не ездя там или очень много откладывая копя и так далее. Я там в 2011 заработала себе денег. И сейчас вот пользуйтесь рассрочкой. Вот рассрочка на обучение — это просто ванлав. Да, потому что, например, я же веду обучающие программы там по НЛП, по телесно-ориентированной психотерапии. Одна программа в год обучающая у меня. И понятно, что они стоят денег, да, потому что это профессиональное высшее образование, это диплом, это минимум 260 часов. Мы ведем 280 часов в телесно-ориентированную психотерапию. Ну и, конечно, обучение я веду вживую. Блядь, не ходите на ебанное обучение в записи. Блядь, тупая трата ваших денег. Вот, я веду вживую. И, ну, понятно, что оно стоит денег. И вместо того, чтобы людям копить, они могут взять рассрочку, а проценты за рассрочку плачу я. И мне кажется, это такой шанс огромному количеству человек, не только про себя говорю. Любое обучение сейчас можно купить в рассрочку, беспроцентную. И это просто, боже, спасение. Потому что я, честно, проебала два года своей жизни, чтобы откладывать там свои копеечки, которые я зарабатывала. Я там зарабатывала там по 30 тысяч рублей, поэтому я, собственно говоря, копила два года. Чтобы тебе отложить на вот этот первый, как бы, год обучения. Прикиньте, как можно себе сэкономить... Сэкономить что? Время. Я новичок. Узнала о вас от Артёма Нестеренко. Да, Артёма Нестеренко. Мы с ним познакомились в 2019-м на одном из курсов по обучению бизнесу. Саша, спасибо. Сохраните эфир. Вы же ведь тоже специально ответил, уже нет. Так, ну что, погнали. Вот. Значит, я поступила в 2011-м на психфак. И с этого момента, собственно говоря, я не перестаю обучаться и не перестаю обучаться психологии. Дальше у меня была, не помню в каком году, магистратура по педагогике. Я магистр педагогики, поэтому, собственно говоря, могу обучать. Потом у меня получила обучение телесной терапии, нейропсихологии, нейрокоррекции, песочной терапии, сенсорной интеграции. Я много работала с детьми, там детская психология, психодрама, что там еще, мандалы, арт-терапия. Ну, короче, много у меня всякого обучения было, даже пение. Но моя любовь — это ток. Я как-то для себя ее вынесла, хотя всеми этими инструментами работала. В Инстаграм я пришла... В каком-то году я вышла замуж уже, амнезия... Ну, амнезия я ни хера не помню. В 2013-м я родила Еву. В 2013-й... 2013-й год, Еве год, 2014-й год. Короче, я, по-моему, в 2015-м я развелась, да. И у меня здесь не было денег. Почему не было денег? Потому что я была в декрете. От профессии юриста меня тошнило, поэтому я с ней ушла. еще до развода. Родители мою идею не поддержали. Ну, сказали, блин, твой ребенок, твоя ответственность, в принципе, они правы. А муж как бы ушел, забрал мою машину, забрал свою машину. Ну, как бы... И два года еще длились суды по разводу. Только через два года мне назначили алименты и поделили имущество. Вот, кстати, машину он до сих пор должен... за мою украденную машину бабла. Вот. И как бы в 2015-м, не знаю, начало, конец, уже не помню. Я осталась без всего. Нихуя и не знала. Был маленький ребенок на руках. Ей тогда было, там, что-то полтора или два. Около двух. И никто не знал, что делать. Пришла к наставнику. У меня, собственно говоря, было три опции. Да, вы по этому пути видите эти три опции. И вы у себя тоже их можете увидеть. Если вы подумаете, вы мне их скажете сами. Да, это юрист. Ну, что делать-то надо? Кушать надо, ребенка кормить надо. Юрист. Ну, может быть, четвертая опция была. Юрист, педагог. А ты сколько у меня диплом по педагогике? Я хорошо знаю детскую психологию. Я, в принципе, могу преподавать. Психолог, потому что у меня было образование. Ну, и можно было чем-то новым там заниматься, изобрести велосипед какой-то. Так, что вы там? Сенсорная интеграция. Сенсорная интеграция. Сейчас объясню. Я много занималась детской психологией, нейропсихологией. Есть дети с особенностями развития. У них часто есть сенсорная дезинтеграция. Вы даже этого можете не знать или не понимать. Есть в интернете тесты на сенсорную интеграцию, на сенсорную дезинтеграцию. Есть достаточно хорошие тесты, там опросник, по которым вы можете понять. У детей есть те системы, на которые мы чаще всего не обращаем внимания. Во-первых, вестибулярный аппарат. Вестибулярный аппарат – это тот аппарат, который держит нас в равновесии. Например, проблемы с вестибулярным аппаратом у тех людей, которых тошнит в машине. Есть люди, которые блюют в машине или блюют на всех аттракционах. Это я. Это проблемы с вестибулярным аппаратом. Есть дети, которые не могут ровно пройти по линеечке. Это проблемы с вестибулярным аппаратом. Эта проблематика накладывает определенные особенности на развитие ребенка или на развитие человека. Есть проприоакцептивная система. Вы на нее тоже обычно не обращайте внимания, но у ваших детей она тоже есть. Это мышечная система. То, как мышцы реагируют или не реагируют. Есть мышечная система, есть кожная система, есть свет. У меня закончилось время. Есть кожная чувствительность. Есть дети, очень сильно чувствительные к разным прикосновениям. Есть дети, вообще не чувствительные ни к каким прикосновениям. И дезадаптация сенсорной системы называется дезинтеграцией. То есть эта система у нас существует в норме, и она нормативна. Но у детей с особенностями развития, с какими-то отклонениями от нормы, эта система нарушена, скажем так. И сенсорная интеграция – это мы восстанавливаем нарушенную систему. Вот, она очень рядом с нейрокоррекцией, с нейропсихологией. Поэтому я занималась и нейрокоррекцией, и сенсорной интеграцией. Этим очень мало специалистов занимаются в России и в Москве. Ну, например, дети с СДВГ им обязательно нужны. Дети с, ну, там, ладо, дефицитом внимания, с какими-то особенностями. Например, он сверхчувствительный или слабочувствительный. Или он иногда выпадает, или он иногда зависает. Ну, то есть с каким-то особенностями, которые вы за ребенком замечаете, им нужно или неплохо проверить вот эти сенсорные системы на… Ну, просто, насколько они у них окей. Вот, то же самое нейрокоррекцию, там, нейродиагностику. Я рекомендую провести хотя бы один раз в жизни своему ребенку. Вот так. Я ответила на вопрос. Медлительность ребенка может быть особенностью работы нервной системы, может быть типом нервной системы, потому что сангвиники, холерики, флегматики, меланхолики эти четыре типа нервной системы никто не отменял вне зависимости от типа личности. Высшее образование по психологии обязательно, если вдруг захотел стать психологом. Психолог – это дипломированный специалист. Диплом по психологии выдается… Ну, вот, например, я выдаю дипломы по психологии. Для того, чтобы это делать, у меня должна быть лицензия Министерства образования на дополнительное профессиональное образование. И должны быть условия. То есть условия жесткие, их определенное количество. Ну, например, почему я веду телесно-ориентированную психотерапию вживую? Потому что в записи я не могу это вести, я не могу отследить, приходите вы или нет. А онлайн мы проверяем посещаемость. У нас есть журналы посещаемости. Если вы проебали какие-то там обучающие модули или обучающие даты, или вы проебали практику, а обучение без практики можете выкинуть в урну и, не знаю, забыть. Потому что представьте, что вы знаете на уровне знаний, как сделать андроидный коллайдер. Но никогда его не делали. Ваши знания наравны нулю. Потому что как только вы начнете его делать, вы столкнетесь с трудностями. То же самое и любое другое обучение без практики. Если вы слушали практику по, не знаю, психологии, но ни разу не практиковались, ваши знания равны нулю. Поэтому практика для психолога – это обязательный элемент. Если ты не присутствовал на практике, я диплом, грубо говоря, никому не дам, потому что эти люди пойдут и будут ломать и так сломанных людей. То есть они сами ни хера не умеют и будут учиться на вас. И таких специалистов на рынке очень много, которые купили какое-то обучение, которое они смотрят в онлайн в записи. Это им ничего не дает. Они знают в теории, но не знают, как это применять на практике. Никогда не практиковались, если у них не было достаточного количества практики, они начинают практиковаться на вас. Это я к чему? К тому, что для психолога обязательно быть дипломированным специалистом. Там есть введение журнала посещаемости, определенное количество часов, определенное количество личной терапии, определенное количество супервизии, обязательно сдача экзамена. Вот, и после этого выдается диплом гособразца. У нас красные дипломы вот такого формата. Да, со вкладышем. Это мой диплом. Но у нас такие же красненькие дипломочки со вкладышем, где говорится, что вы имеете право работать по профессии психолога. Вот такая история. От какого института вы преподаете? От своего. Привет, я Влада, у меня есть институт. Вам, видимо, надо объяснить, кто я. Если я сижу без пиджака, это не значит, что я не специалист или не профессионал. Я психологией занимаюсь с 2011 года. У меня есть лицензия гособразца. Мой институт называется, так называется, психология нового поколения. Я обучаю. Лицензия Министерства образования берется в своей стране. Диплом годен для этой страны, да. Так же, как и все дипломы. Как попасть к нам на обучение? Смотрите, обучаю я один поток в год. Почему? Потому что это целые выходные. Да, мы раз в две недели занимаемся. И я не готова больше одних выходных своих этому посвящать. У меня очень, поскольку я очень хочу высокого качества образования, я каждому отвечаю на его вопросы, каждого спрашиваю. Кейс каждого человека мы разбираем. И каждый из учеников хотя бы один, лучше два раза, в начале, в конце и в середине, говорит, дает обратную связь. И у нас построена модуль теории и модуль практика. Чтобы я выслушала каждого хотя бы по 10 минут, я должна ограничить группы. Моя группа 20 человек. 20 человек в год я веду. Я строгий, достаточный педагог, но как строгий. Я смотрю, чтобы моя подпись стояла под дипломом человека, в котором я на 100% уверена. Потому что то, что творится на рынке психологии, это ебаный пиздец. Многие люди просто, не знаю, записали какие-то курсы и хорошо их упаковали, и хорошо их продают. Но послушал человек эти курсы, не послушал, сделал он практику, не сделал он практику, вы не знаете. А вы идете к таким специалистам в психологическое консультирование. Они могут знать не больше, чем вы. И вы, как человек, никогда об этом не узнаете. Хорошее, качественное образование. Ну, помимо того, что стоит дорого, но это еще ладно. Оно требует много времени и от педагога, и от ученика. И скажите мне, пожалуйста, кто на рынке хочет ебаться с этим обучением? Никто не хочет. Всем нравится продать, и все. Ну, и один раз, может быть, записать что-то. Мы пока удерживаем вот эту, как сказать, практику в маленькие группы. У нас есть две группы онлайн и одна группа оффлайн. И почему маленькие группы? Чтобы каждый человек мог отработать, каждый человек мог задать вопрос, каждый человек мог сказать вслух, каждый человек мог проговорить. Поэтому следующий обучающий поток у нас будет осенью 2022 года. Как на него попасть? Оставьте свой номер в директе, да, или по ссылке в шаг в профиль, неважно. И вам позвонят из учебного отдела и запишут в лист ожидания. Как только мы стартанем набор на группы, в мою группу были места, раскупленные еще до старта продаж. Вы имеете возможность туда попасть. Все. А сейчас, поскольку у нас есть онлайн-группы, туда можно прийти послушать помодульно. То есть вы можете купить один модуль и прийти просто посмотреть, как строится обучение, кто его ведет, какие педагоги, какая информация, что там происходит. Вы можете прийти и посмотреть. Для того, чтобы попасть помодульно на телесно-ориентированную психотерапию, у меня есть единственная ссылка в шапке профиля, которую вы нажимаете, нажимаете на телесно-ориентированную психотерапию, выбираете модуль, который вы хотите. Например, по психосоматике очень популярная тема, да, или сексуальность очень популярная тема, работа с травмой очень популярная тема, страх смерти очень популярная тема. Что еще? Какие еще популярные темы? Работа с ресурсом очень популярная тема, Работа с границами популярна тема. Приходите, смотрите, понимаете, как строится обучение, понимаете, что вы оттуда получите, и уже на осенний поток вы можете планировать свое время. Вот так вот. Да ну, следи, ебаный пиздец есть не только в моей сфере. Вы в своей сфере, кем бы вы ни работали, финансистом, бухгалтером, мастером по маникюру, педагогом, вы точно можете сказать, что есть тоже непрофессионалы, которым нужно оторвать руки, потому что они клиентов портят, потому что они делают хуже, они, не знаю, ломают язык. Я встречала неграмотных педагогов по английскому языку. Они портят детей, они ломают им будущее, травмируют их. Они делают некачественные стрижки, некачественное окрашивание, некачественные косметические процедуры. Ну, это на их совести остается, но мы как клиенты можем выбирать. Я хочу, чтобы вы выбирали качество, поэтому я первая открыла свой центр. У меня есть центр офлайн, который находится в Москве на Садовом кольце. Там работают специалисты, в том числе мои выпускники. И, соответственно, хочешь делать хорошо, сделай сам. Поэтому я тех людей, которые хотят работать, но, грубо говоря, без меня, я обучаю именно работе с клиентами, психотерапевтической работе вот такие вот потоки. До осени следующего года, скорее всего, мы сделаем еще один поток NLP, нейролингвистического программирования. Вопросы можно. Так, ну что, погнали дальше, дорассказываю. Это мы что, с вами остановились? 2015 год. Ну, соответственно, у меня было примерно минус 100 тысяч рублей в месяц, мой заработок. Ну, почему? Кто знает, сколько кормить двухлетку в это время, вы знаете, платить за квартиру, машины нет, соответственно, платишь за проезд, вещи какие ты покупаешь сам, за медицину платишь, ну и себе что-то пожрать. Ну, ладно, не 100, минус 80, предположим. Я из этого всего... Знаете, люди, которые долго не могут определиться, на какой работе им работать, у них, наверное, очень много денег. Потому что, когда у вас денег нет, вы особо не сидите, не тупите. То есть, вы быстро принимаете решения. И если вам не хватает каких-то знаний и навыков, вы идете, их добираете, да, и работаете на какой-то ближайшей работе, которая есть, которая дает какую-либо денежку. Ну, поскольку, блин, у меня не было... Представляете, ну, когда мы разводимся, я не знаю, как у вас, но мне очень сильно подразрушили с эмоцией. То есть, ну, муж и мамы, и родители, уходя, сказали мне примерно следующее послание. Никому ты нахуй с ребенком не нужна? Мать-одиночка нахуй никому не сдалась? Твоя жизнь на этом закончилась? Профессии у тебя никакой нет? Образование у тебя, конечно, есть, но, блядь, ты до этого момента ничего не достигла, нихуя ты не достигнешь? Ну, естественно, мужу было выгодно, чтобы он думал, что я много потеряла. Поэтому сказала, что я страшная, тупая. Ну, короче, подразрушили мне самооценку. Поскольку я была девочка-дуванчик, очень внушаемый такой, цветочек, котик-зайчик, ну, очень внушаемый, хорошая такая, правильная, я все это послушала и думала, да, ну, как бы, наверное, он прав. Так, я после родов изменилась, ребенка мне никому не нужно. Ну, короче, были у меня вот эти вот штуки, с которыми я потом, конечно же, долго работала. И, ну, как и начинающий любой специалист, я тогда работала нейропсихологом, мне нужно было зарабатывать денежку, поэтому я, во-первых, пошла дообучаться на очень недорогостоящие программы, и моя консультация стоила 800 рублей в 2016 году. Моя консультация стоила 800 рублей. Клиентов у меня не было, где брать их, я не знала, но поскольку мне задавали одни и те же вопросы по кругу, я завела себе инсту не для чего-то. Вот я не завела инсту, чтобы денег зарабатывать, я не завела инсту, блядь, чтобы фотки с голой жопой выкладывать, я ни хера такого, блядь, ебанины этой не было, в общем, бред полный. Я завела инсту, потому что мне задавали одни и те же вопросы, которые задаете вы. А что делать, если ребенок не успевает? А что делать, если у ребенка дизграфия и дизлеклисия? А что делать, если у ребенка аллалия, там сенсорная или моторная аллалия? А что делать, если ребенок не разговаривает? А что делать, если ребенок аутичного спектра? А что делать, если ребенок истерит? Если ребенок ругается, кусается? Как отучить его от груди? Как приучить его к горшку? Какие есть развивашки? Как они влияют? какие есть блоки мозга, а если ребенок врезается в предметы, а если ребенок не может наладить отношения со сверстниками, а если ребенок с синдромом Дауна, а если он с аутичным спектром, а если он там с ДЦП, а если и так далее, и так далее, то есть много вопросов задавалось ежедневно. Если вам в день задавать 15 одинаковых вопросов, вы тоже задолбаетесь, скажете так, все, стопе, давайте я напишу вот эти вопросы, как умею, без всякого копирайтинга, хуяртинга. Давайте я вам напишу вот эти вот ответы на эти вопросы, вот выложу вот сюда вот, и вы, пожалуйста, здесь вот читайте, потому что я уже не могу отвечать на них по кругу. Также и здесь у меня в блоге есть вопросы, на которые я отвечаю по кругу, прям вот так вот. И кто смотрит мои эфиры, знает, что есть вопросы, которые задаются по кругу, и каждый эфир я на них отвечаю. Представьте, что вы отвечаете каждый день на одно и то же. Я не знаю, как вам, многие работают на работе, на которой они каждый день отвечают на одно и то же, я бы крышу съехала. Поэтому я, собственно говоря, завела блог и вот рассказала. Функциональные блоки мозга, развитие нервной системы, я же нейропсихологией занимаюсь, да, как отучить ребенка блин от груди, как приучить засыпанию, что можно делать, что нельзя делать. Когда я много начала работать с детьми, я психология наука естественная. Своим путем поняла, что нихуя проблем вообще не в детях. То есть проблема не в детях, проблема в родителях. И если мы работаем с детьми, не работая с родителем, мы делаем недвижие услуги. Почему? Потому что ребенок, он учится от вас подражанием и копированием. Он не учится мозгами или речью. И вот, предположим, я час поработала, так что два часа поработала, а потом он возвращается в среду, из которой он все это говно принес. Это страхи, тревоги, энурез, эктопресс. Опять то же самое. Он попадает в те же самые условия, из которых он это все говно вынес. И у него начинается наша песня «Хороша», начиная с начала. То же самое. Я только думаю, ебаный врут. Но это же бесполезная и бессмысленно тупая работа. Поэтому, ну как тупая. Я детям, конечно, помогаю, но если они возвращаются, их опять пиздят, бьют, орут. Истерящие матери, матери в депрессии, матери неолёт, гиперопекающие матери, гипоопекающие матери, орущие отцы, бьющие отцы, пьющие отцы, там неадекватные бабушки, гиперконтролирующие бабушки, там бабушки, которые страхов навешивают, кинтибанина в садике. Вот это все сваливается на маленькую неокрепшую психику, у которой, в принципе, нет защиты. И она начинает ссаться и сраться, что, в принципе, нормально. Ребенок ссыться, это называется, плачет низом, да, в телесной терапии. Я такая «Хорошо, окей, понятно, надо работать с родителями». И, значит, я… Значит, я что? Начала… Начала работать с родителями. Начала работать с родителями, примерно 50 на 50 я работала с детьми и работала с родителями. Потом я понимала, что эта схема гораздо эффективнее. И начала работать 20 на 80. Я не говорю про какие-то особенности развития, да, сенсорная интеграция, там, аллалия, то есть, ну, есть у нас особенности развития все-таки детей, и там мозга, и я про это не говорю, скорее про какие-то психотерапевтические, поведенческие проблемы. Вот. Увидела, что это, блядь, 100% эффективнее. А потом… А потом у меня случилось, типа, профвыгорание. Ну, даже не профвыгорание. Короче, мне стало жалко детей. Ну, блин, вот так бывает. Мы не должны испытывать эмоции клиентам. И мы не должны, не дай бог, это тоже жутчайший непрофессионализм, вставать на чью-то сторону. И я не имела никакого права никогда вставать на сторону детей. Никакого. И я поняла, что я влетаю, да, вот, ну, начинаю детей защищать. Ну, например, приходят, детей пиздят, да, бьют по голове, бьют по губам, не знаю, ну, насилие над детьми, заставляют, унижают, оскорбляют. И я, как специалист, должна быть нейтральной. А я, блядь, не могла быть нейтральной. Ну, серьезно, вот мне становилось так жалко. Короче, я влетала. Ну, это непрофессионально. Я сразу говорю, что это непрофессионально. И тогда я поняла для себя решение внутреннее, что я не буду больше работать с детьми. Не буду. Ну, то есть я влетаю в треугольник. Классический такой. И у меня был выбор. Я могла работать с этим, могла упереться, могла, не знаю, ходить на психотерапию, на супервизию. Но меня это так задевало и так цепляло, что я не могла, ну, как бы, оставаться нейтральной. А психолог, блядь, обязан быть нейтральным. Обязан. И если ты, падла, не нейтральный, ты хуёвый специалист. Хуёвый, блядь, специалист. Ты можешь быть эмпатичным, ты можешь быть тёплым, ты можешь быть принимающим, ты обязан быть спокойным, стабильным, комфортным. Ты обязан быть мамой. Хорошей мамой, тёплой, доброй, принимающей, обнимающей, жалеющей, комфортной, тёплой мамой. Только, блядь, попробуй какое-то внутреннее вот это вот своё вынести в психотерапевтическую сессию. Это плохой психолог, с плохой психотерапией. Так нельзя делать. Это всё ещё к обучению, да, специалистов. Ну, как бы, ладно, в каждой профессии есть хуёвые специалисты. В моей профессии, в вашей профессии. Так, блядь, случилось, мир такой. Я ушла из детской психологии полностью. Что-то мне какой-то случай задел. А, знаете, какой у меня случай задел? Ну, блин, вот у меня по-человечески... Я хорошо провела сессию. Вот своё оправдание могу сказать, что я хорошо, тепло, эмпатично провела сессию. Прям к сессии вопросов нет. Потому что мы, как люди, можем реагировать на какие-то события, происходящие у клиента. Можем реагировать. И мы дальше выносим это на супервизию и разбираемся, что мы с этим делать будем. Ну, например, пришёл клиент, неважно, к вам, и говорит, что Бога нет, или какую-нибудь ужасную информацию про Бога начинает говорить. Я человек верующий. Я очень верю в Бога, очень люблю Бога. И если, ну, как бы, клиент при мне начинает, там... Я обучала психолога, Катя её зовут. Прекрасный человек, прекрасный специалист. Она ненавидит, она цепляется, когда мучает животных. Не выносит она, когда мучает животных. Я к этому более нейтрально отношусь. Ну, как сказать, мы должны принимать клиентов такими, какие они есть. Потому что наши клиенты постоянно встречаются с неприятием. постоянно. Но также мы, как человек, можем на что-то реагировать остро. И я, как человек, могу выбирать, с какими клиентами я работаю, а с какими клиентами я не работаю. И мы можем писать, что там, я не работаю с подростками, я не работаю с парами, я не работаю... С чем я не люблю работать? Короче, ещё есть задачи, с которыми я не люблю работать. И я имею право выбирать. Вот. А зацепилась я за то, что приходит женщина, значит, с двумя маленькими детьми, которые, ну, сутся от страха и заикаются. Ну, она не знала, что нет страха. Она и сутся, и заикаются. То есть у обоих НРС и заикание. А девочка и перестала разговаривать, замолчала. И она пришла с этими задачами. И в ходе психотерапевтической сессии выяснилось, что муж детей пиздит. Твою муж детей. Её муж детей пиздит. Ну, просто бьёт. Вот приходит каждый день, у него, видимо, накопленный стресс, накопленная агрессия, накопленный гнев, и он каждый день бьёт. Регулярно. Она, как взрослый человек, но она не очень взрослый человек, как такой инфантильный клиент. Ну, к нам много инфантильных клиентов приходит. Она не может ничего с этим сделать. Она не может детей защитить и не может от мужа уйти. Но пришла она не с задачей отношений с мужем разобраться. Нет, такая задача озвучена для меня, когда терапевта не была. Пришла задача, как чтобы дети перестали ссаться, как сделать, чтобы дети перестали на папу обижаться, как сделать так, чтобы дети перестали орать, как сделать так, чтобы девочка начала говорить, и как сделать так, чтобы мальчик перестал заикаться. То есть она пришла с этой пятёркой задачи, достаточно глобальной задачи. Но, блядь, причина следственной связи в том, что их пиздят. и я могу работать и хорошо работать с вот этой пятеркой задач да но если они будут возвращаться и будут каждый день бить скорее всего проблематика вернется вот я это все пыталась донести до человека но мне удалось донести эту информацию но естественно от мужа не дай бог не ушла мне просто показала моя задача была показать причину-следственную связь но мне было так внутри больно мне было душевно больно мы больно за детей просто больно как человеку то есть мне как человеку как личности было больно при этом мы можем оставаться в профессиональной комбия хорошим специалистом и так далее вот и я я прям ну как бы из вот эту нейтральную позицию и было сложно удерживать до чтобы не обвинять мужа до чтобы спокойным языком разговаривать чтобы понимающий принимающий относиться к ней и я поняла что например данным конкретным детям я не могу помочь мало не готова была к психотерапии мама не готова была к какому-то защите детей она часто приходит измените ребенка часто приходит измените его вылечите его он и не в порядке но ребенок это часть системы и менять надо не ребенка менять надо систему если человек не готов менять систему нужно ли помочь ребенку ну как вот ребенку объяснить что его отец пиздит потому что отец ебаный психопат да и так же нельзя говорить вот и я для себя приняла в тот момент решения что я не буду просто не буду работать больше детской проблематика и ушла с детской психологии навсегда и больше не занималась детьми больше не работала с детьми у меня тогда был блок только по детской психологии там про родителей писал про родительские послания писала но это же для меня связано с детьми тематика вот но такой был детский блок про детскую психологию полностью и я воспринималась как детский психолог нейропсихолог и такую штуку скрыл и ушла детской психологии мне интересно было работать взрослыми это было эффективно но и собственно говоря и продолжил работу просто продолжим со взрослыми прородистские послания много говорили и начала рассказывать классические эти темы про которые меня спрашивали границы самооценка вера в себя уверенность в себе тревога любовь к себе принятие себя понимание себя кто я а чего я хочу ну и когда по кругу задают одни и те же вопросы я сказала ребят давайте соберемся я вам на эти вопросы отвечу вообще все мои курсы продукты проекты психотерапевтические они образуются либо из моего собственного интереса вот мне что-то интересного поэтому давайте мы соберемся по этому поводу я вам по этому поводу что-то расскажу просто мне интересно либо ну блин ребят насколько можно одними теми же кругами ходить задавать одни и те же вопросы давайте мы соберемся вот здесь и я вам дам ответы на эти вопросы на вопрос что делать как делать а самое главное что вы же понимаете что когда у нас какая-то проблематика 35 лет какое-то одно ебанное упражнение не поможет человеку но это утопия утопия и поиск волшебной таблетки одно ебанное упражнение не поможет нужен комплекс и я тогда понимая что но у некоторых людей нет денег на психотерапии некоторых денег нет денег нет некоторых людей нет денег ответа на меня у некоторых людей нет времени на психотерапию некоторых людей они боятся психотерапии и так я собрала все эти вот запросы которыми все время задавали 2018 Я запустила, ну, у меня была двухдневка по процелям, такая тоже, типа, как достигать целей. Говорю, давайте соберемся, я вам объясню, как достигать целей. Очень просто, быстро и легко, потому что процели строятся абсолютно на NLP. То есть процели абсолютно NLP-ерская программа на 100, на, не знаю, ну ладно, не на 100, на 90%, а на NLP-ерская. Там еще моделирование факторов успеха добавилось потом, в каком-то году, не помню, в 2020-м, по-моему, я туда МФУ добавила. Вот, а так в 2018-м я с родителями, ну, там родители, взрослые, начала работать и построила, соответственно, ПКС на пяти вот этих китах. Это самооценка, любовь к себе, забота о себе, кто я, понимание себя, работа с границами и вера, уверенность. И вот путь к себе он тут и назывался. С счет беременности, не помню, с какого-то года, я родила в 2013-м, значит, с 2012-го я в личной терапии у наставника. У меня был наставник, я считаю, что наставник — это очень важно, поэтому на всех моих программах, чем они отличаются? Во-первых, они отличаются тем, что они психотерапистически заменяют психотерапию. А во-вторых, там работают психологи, которые у меня в команде, и я обучила и сделала наставников. Вот это мне очень нравится, то, что в каждой программе есть. Получилось это не сразу, но сейчас мы это оформили в достаточно хорошую такую работу и задачу. В 2018-м я запустила свой проект первый. Не знала, ничего я не знала ни хера про инфобизнес. Не было у меня никакой команды, просто не было команды. Команда, я даже не помню, когда у меня появилась команда, но началось, если интересно, я по этому поводу просто выложил. Команда у меня появилась сначала девочка, которая была администратором, она просто записывала клиентов. Потом у меня появилась девочка, которая посты выкладывает, потому что я не успевала их выкладывать. А потом, когда я запустила первый свой продукт, у меня появилось два технических специалиста, Юлия и Аня. Они сами меня нашли. И они обеспечивали работу там гид-курсов, бинарных комнат, платежных систем. То есть, ну я же в Белую работаю. Вот, и так у меня появился первый проект. Как часто вы посещали сессии? Я хожу на классическую психотерапию раз в неделю. Надо ебать каждый день 15 раз, и все окей. Ну, у всех свои пути. На самом деле, у нас есть разная защита психики. И сексуализация одна из защит психики. Ну, когда, например, есть люди, которые, когда тревожно, ты жрешь. Когда плохо, ты жрешь. Когда грустно, ты там жрешь. Когда у тебя проблемы на работе, ты жрешь. То есть, есть люди, которые заедают. Это их способ справиться с какими-то задачами в своей жизни. Есть люди, которые проблемы сексуализируют. То есть, им тревожно, они ебутся. Им страшно, они дрочат. Им плохо или одиноко, они дрочат или смотрят порно. У них стресс, они хотят трахаться. И это сексуализация проблем. И это тоже защита психики. То есть, грубо говоря, одни в любой непонятной ситуации жри, другие в любой непонятной ситуации ебись. Тоже способ справиться со стрессом, справиться с напряжением, успокоиться, удовлетвориться, повысить свою самооценку, обрести веру в себя. То есть, это тоже замещение, некоторое решение других проблем. Поэтому люди, которые говорят, что там ебаться по 15 раз в день и все окей, у них тоже идет замещение, грубо говоря, психотерапии, ебли. Хорошо это или плохо? Ну, это не очень здорово, не всегда. Когда у тебя есть такая возможность, сложно твоему более здоровому партнеру. Ну, или, например, ты в тревоге и в дороге. И что ты будешь делать? Дрочить все время ходить? Ну, такое себе. Ну, опять же, люди приходят с задачами, когда им становится некомфортно жить. Ну, там, мне плохо живется, я пришел решить эту проблему. Почему это смешно так звучит? Ну, ложиться спать. Есть такая защита психики, она называется выключаться. Когда, например, если вы помните, в детстве дети, они могут от сильного стресса заснуть. Потому что психика, чтобы не перегореть, она делает выклык. Да, или ребенок, например, это ебанутое приучение к самостоятельному засыпанию, которое сломало большинство из вас. Большинство из вас зависимы и созависимы, потому что нас, блядь, приучали к самостоятельному засыпанию. Это, сука, блядь, пиздец. Мое мнение. Очень профессиональное мнение. Короче, что я говорила? Сейчас я вспомню. Мне некоторые вещи очень возмущают, они вызывают во мне эмоции. Так я говорила не про это. Я говорила про спать. Вот. Когда ребенок орет, плачет, ему хуёво, а к нему, блядь, никто не подходит, никто не подходит. Психика перегружается. То есть у нее такая нагрузка, знаете, когда человек зашкаливает и не могут вынести сложившуюся текущую ситуацию. Что должна сделать психика, чтобы человек не сошел с ума, не ёбнулся, не стал безумным? Она выключается. И человек, ну, иногда там при каких-то резких событиях падает в оморок. Да, ребенок засыпает. И тогда при другой аналогичной ситуации, когда ты орешь, а тебя, блядь, приучают к самостоятельному засыпанию, ты выключаешься быстрее. Почему? Потому что ты привыкнет. Потому что ты потеряла надежду. Ты потерял веру. Ты один в этом мире. Нахуй никому не нужный. И чтобы не сдохнуть, как-то самосохраниться, ты делаешь выкул и засыпаешь. Поэтому приучение к самостоятельному засыпанию очень эффективно. Потому что дети действительно начинают засыпать раньше, теряя, сука, всякую надежду. Потому что сколько бы ты ни орал, к тебе не подойдут. Ты один, все, пизда. И, естественно, эта защитная реакция, она может оставаться и во взрослом возрасте. Люди, когда они перегружены стрессом, они засыпают. Когда хотят чего-то избежать, они засыпают. Когда хотят с чем-то спать, засыпают, там, в солом ходе. Ну, мы выключаемся. Ну, грубо говоря, это нормально. Мы так восстанавливаемся. Восстанавливаем свою нервную систему. Какое засыпание бывает с щуками самостоятельного? Самостоятельное засыпание, когда ребенка положили и ушли, дверь закрыли. У детей несформированная нервная система. У нас есть симпатическая нервная система, есть парасимпатическая нервная система. Одна отвечает за возбуждение, другая отвечает за торможение. У детей маленьких несформированная нервная система, которая отвечает за торможение. Они не могут усыпить себя сами Потому что не могут затормозиться Сами, потому что кора и нервная система Они сформированы Дети не могут научиться говорить раньше двух лет Потому что не сформированы речевые центры в мозгу То же самое дети не могут Научиться ходить раньше года Потому что мышцы Нужные для того, чтобы ходить раньше года Не сформированы И так далее Когда нервная система не может Сама себя затормозить, ему нужно помогать Поэтому мы детей укачиваем, их держим на ручках, мы им поем, мы их качаем, мы их успокаиваем. То есть мы их оттормаживаем тем способом, к которым они привыкли, потому что, когда они плавали в животе, они все время вот так вот качались. Поэтому качание их успокаивает и им оттормаживает, особенно оттормаживает их голос. Если этого их лишить, они сами не оттормаживаются, ну не получается. Нервная система еще не окрепла, она еще так не работает. Вот, поэтому есть несамостоятельность home, когда мы детям помогаем заснуть. В этом году на поток уже не попасть к вам. Смотрите, на «Путь к себе» я его не запускала очень давно. «Путь к себе» в этом году будет через две недели старт. У меня обычно программы идут психотерапевтические и обучающие один раз в году. Я их так запускаю, потому что мне так удобно. Там «Право на жизнь» мы стартанули, когда мы там стартанули, я уже не помню. «Путь к себе» будет сейчас, потом будут процели в январе-феврале, потом март-апрель будет, скорее всего, обучение метафорическим картам. Я хочу запустить краткосрочное обучение. Потом летом будет неролингвистическое программирование, НЛП, тоже один раз в год поток. Потом осенью будет один поток телесно-ориентированной психотерапии и опять «Право на жизнь» один поток. Не знаю, буду запускать «Путь к себе» или нет, не буду обещать. Вот я вам хотела кое-что про это рассказать. Я его сделала в 2018 году. Прошло три года. Я, в принципе, три года занимаюсь тем, что, грубо говоря, человек хочет попасть на хорошую психотерапию. Он не может попасть на хорошую психотерапию или не может платить за хорошую психотерапию. Что такое психотерапевтический курс? Во-первых, я даю те же самые упражнения, которые я даю своим клиентам. Я объясняю теорию, я объясняю практику. Человек получает психотерапию от меня в хорошем качестве, в хорошем объеме. Второе, то, что люди не могут себе сами обеспечить. Это у меня на всех психотерапевтических программах работают психологи. У меня есть свой центр психологический, который я открыла. Я открыла, я его, по-моему, в 2020 году. Открыла, наверное, в 2020 или в 2019 году. Нет, в 2020 я сняла центр, а психологи у меня работали еще с 2019 года. И мы всей командой приходим на психотерапевтические курсы и работаем там. Человек каждый день может задавать свой вопрос психологу и общаться с психологом. Я считаю, что это очень крутой бонус, потому что не у всех есть такая финансовая возможность в обычной жизни. На каждый день общаться с психологом. Потом, что я еще сделала? Людям нужны наставники, которые будут вести их за руку. Поэтому на каждой психотерапевтической программе у меня есть наставник, у вас есть наставник, который будет вас вести за руку и работать с вами каждый день. Еще я внедрила созвоны. Для чего созвоны? Раз в неделю. Чтобы люди могли решить конкретно их проблемы. То есть я думаю, что у вас там, не знаю, такие проблемы. Я вам дала такие инструменты решения. Но, возможно, у вас какие-то еще проблемы. И тогда вы созваниваетесь с наставником, и он помогает вам решить ваши какие-то конкретные проблемы на этом зум-разборе. Очень эффективно. Я очень рекомендую на них ходить, потому что некоторые люди их саботируют. Но это решение индивидуальных проблем и индивидуальных задач. И плюс работает десятка, то есть тридцатка людей, коллективная работа происходит. Плюс мы какие-то все время игровые элементы внедряем, какие-то подарочные системы, соревновательные системы, какие-то бонусы, призы. В общем, мотивируем человека двигаться. Ну и плюс есть, конечно же, разборы или встречи со мной тоже. Вот, поэтому моя психотерапия плюс моя поддержка, плюс психологи поддержки, плюс наставники, плюс групповая работа, они в комплексе решают те задачи, для которых они были созданы. И групповые программы, они, ну, сильно, там, в 3-10 раз дешевле, чем любая психотерапия, если ее покупать в отдельности. Поэтому мне нравится. Ну, слушайте, вот кто-то рекомендует самостоятельное засыпание, ну, возможно, он не знаком с нервной системой человека, возможно, он не знаком с нейрофизиологией. Мы же не знаем, изучал ли этот специалист нейрофизиологию, потому что, в принципе, для психолога нейрофизиологии не обязательно. Я не помню, училась ли я в МГУ, была ли у меня нейрофизиология. Не помню вообще. Нейрофизиологию я проходила, когда проходила как раз обучение нейропсихологии и нейрокоррекции. Мне тогда объяснили нейрофизиологию. Какие цели на будущее у вас? Хочу на путь к себе. Очень хорошо. С чего начать? Про цели или ПКС? Они очень разные программы, то есть каждая программа решает свою задачу. Я вам рекомендую начать с пути к себе. Где посмотреть цены? Пока цен нет. Не знаю. Сколько стоит ПКС? Сколько стоит путь к себе? Пока нет цен. Обычная классика по предзаписи. У меня есть базовый тариф, тариф с поддержкой. Приходите на мастер-класс. Не знаю, куда я его проведу. Наверное, может, в следующий четверг мы соберемся. И там будут самые низкие цены в любом случае. Но еще в блоге про это объявлю. Скажите, пожалуйста, как восстанавливать нервную систему, невроз? Смотрите, если сравнивать ПКС и право на жизнь. Дорогая моя, я в прошлом эфире, который сохранен в блоге до утра, рассказала про разницу между путь к себе и право на жизнь. Сходи, пожалуйста, посмотри. И можешь только этот отрывок посмотреть. Не буду повторять. До какого возраста ребенок не можно засыпать самостоятельно? Я не помню точно. Два года, два, два. В районе двух. Не скажу сейчас точно, друзья. Я не занимаюсь детской психологией, нейропсихологией уже много лет. И если вы чем-то не занимаетесь, я вас сейчас спрошу, что-то по математике, что вы в школе учили. Вы вспомните? Вот я могу что-то не вспомнить. Сейчас есть другие специалисты, которые говорят на эту тему, я на детскую тему не говорю. Это не значит, что у меня отшибла память, но что-то я помню очень условно. Почему при чтении я засыпаю? Ну, в транс впадайте. При чтении мы впадаем в транс. Так же, как при просмотре фильмов или при просмотре скучной нудной информации, мы впадаем в транс. Трансуем. И трансовое состояние часто приводит к засыпанию точно так же, как к медитации. Все перечисленное с первого эфира отношу к себе во всех сферах жизни, проблемой и примерно на какую сумму рассчитывать. У меня базовый тариф обычно 15 тысяч, тариф с поддержкой 20-25 тысяч. Это стандартные мои цены. Добрый вечер всем. Смотрите, у нас с вами эфир шоу 55 минут. Я предлагаю один вопрос и финалить. Влад, скажите, пожалуйста, как похудеть? Нужно разобраться в причинах личного веса. У лишнего веса как минимум 20 причин. Напишите мне в директ. У меня, по-моему, есть то ли чек-лист у меня есть. Короче, у меня есть то ли мастер-класс. Я уже сама не помню, что у меня есть. Но я там рассказываю про именно причины лишнего веса. Вот этот большой-большой список. Напишите мне, я вам скину ссылку просто. Хорошо? Сколько стоит путь к себе? Еще нет цен. Как на него попасть? Пока понятия не имею. Пока мы все сидим на чатике предзаписи, на котором я собрала людей, и что-то им про себя рассказываю. Ну, в смысле, про них. Как попасть в этот чатик? Вы сейчас заходите на ссылку в шапке профиля, нажимаете. Там есть просто ссылка на чат. Путь к себе. Там есть много классной информации, о которой я рассказываю. Присоединяйтесь. Там же будет информация про мастер-класс или про, не знаю, марафон, может, проведем. Чего интересно будет, то и сделаем. А наоборот, недобор в весе. Иногда про шизоидную структуру характера, иногда про структуру воли, иногда про раннюю оральную структуру. Благодарю за эфир, это будет круто. Я рада. Отличный начало недели. Спасибо огромное за эфир. Как попасть на путь к себе? Давайте так. Давайте я на этой радостной ноте завершу сегодняшний эфир. У нас уже ночь, давайте вместе спать. Те, кто хочет узнать подробности, пожалуйста, нажмите на кнопочку шапки профиля и давайте присоединяйтесь в чатик. Будем там встречаться чаще. Все. Всех обняла. Всем желаю психического здоровья. Выбирайте психически здоровых психотерапевтов, либо тех, которые находятся в длительной психотерапии сами, либо кто прошел длительный путь психотерапии, либо тех, кто постоянно обучается, значит, они поддерживают свою профессиональную компетентность. А это важно. Потому что я много обучаюсь, я вижу очень много разных специалистов. И самое главное, чтобы психолог не должен быть без травм, у него не должно быть идеальное детство. Нет. Психолог должен быть здоровее, чем клиент. Тогда он может ему помочь. Поэтому вам психическое здоровье, вашим терапевтам психическое здоровье, вашим детям психическое здоровье. Это все. Мы будем счастливы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...